Вот знаете, в голове, вот ты знаешь, я сейчас вот стану директором, и вот рекрутирование мне так не нравится, а будет когда-нибудь такое, что не надо рекрутировать. Вот у вас такие есть вопросы у людей? Есть. Мне кажется, сейчас у всех таких есть. Вот надо так сработать, чтобы создать вот эту вот базу, и потом уже не надо будет рекрутировать, и так будет хорошо почивать на лаврах. Но мы-то с вами знаем, да, милый Куршитый, что, друзья, только от новых людей, от притока новых людей у нас обязательно будут тогда новые результаты. Потому что только рекрутирование даст новые результаты, и рекрутировать надо. И скажите, пожалуйста, вот когда мы с вами читаем книгу, что самое главное в книге? Ведь книга состоит, вот просто книга, да, вот перед вами книга, состоит она там из нескольких частей. Какие это части? Вот первая прям, открываешь там, содержание, да? Потом что есть? Видение или там, да, пролом, да? Потом что? Содержание. Вот самая большая, да, часть? И потом что? Эпилог. Правильно. Что для нас с вами самое главное и важное в книге? Почему мы должны ее читать? Мы можем по-дисловию прочитать, нам захочется или не захочется читать, правда? Да. А что главное в самой книге? Вот чтобы нам захотелось вот это вот содержание, часть, прочитать. Что самое главное? Что она должна? Она должна быть интересной. Да. Она должна быть такой содержательной, вкусной, сочной, чтобы мы, ну, если ложимся спать, чтобы утром хотели снова ее открыть и прочитать, да? Или прочитали в самый первый, самый вот день, взяли и сразу прочитали. Так вот, друзья мои, содержание нашего с вами бизнеса зависит именно от того, какие мы. Мы же с вами делаем бизнес. Представьте, что содержание этой книги – это наш с вами бизнес, это наш с вами каждодневный труд, обыкновенный труд. Но этот труд мы наполняем и разнообразить мы должны его, чтобы в следующий раз новые люди, когда приходят, старые у нас не зачахли. Чтобы они хотели перелистнуть этот листик дальше и дальше с нами рекрутировать, понимаете? И поэтому от нас с вами зависит, насколько интересным, эффективным будет это рекрутирование. Это постоянная, ежедневная, монотонная работа. И она никогда не закончится, понимаете? Никогда. У меня сегодня было интересное утро. Я ночевала у моей сестры. Вы сегодня здесь все, да? А я вот у сестры. И вот это первое утро у меня просто случилось вот то, что вот вы видите, да? У меня рука. И я сегодня утром встала, и я ее спрашиваю, Ир, что делать, с чего начать? Гениальную фразу сказала моя сестра. Просто. Я запрестала, теперь потом. Она мне сказала так. Алла, все по схеме. И я думаю, господи, как все просто в этой жизни? Ты утром встал, что делал? Почистил зубы, пошеломился, помыл голову, там, тело, душ, потом псил завтракать, там, накрасил. Понимаете, вот это определенная схема. И эту схему... А я встала, вот тут рука, а что делать? Она говорит, все по схеме. Так что делать? Чистить зубы, мыть лицо, мыть лицо. Все, друзья, все, друзья. Здравствуйте. Мы с вами книга, которая у нас вот здесь. Вот, и как мы делаем с вами все по схеме? Только эту схему, наше содержание, мы разнообразим. Я сегодня пришла сюда не одна, а со своими ключевыми партнерами, которые разнообразят ваше рекрутирование в будущем. Я думаю, вам очень понравится. Итак, пролог этой книги. Что у нас? Обычно такое вот дело. Поезд партнеров через разные методы рекрутирования. Что это? Мы расскажем вам сегодня немножко о клиентской базе, детские площадки и еще у нас танцы. Будут там, да, дальше листовки, конкурс «Бьюти Битва», которая у нас только что прошла, и интернет-проект. Это то, что мы сегодня ответим. Что я делаю не так? Не по схеме. Не по схеме. Не по схеме, не по схеме. Не по схеме, который вы мне нравится. Я не знаю, он не работает нифига. Итак, глава первая этого содержания – это клиентская база через организацию, друзья. Это дальше новых людей мы обучаем тоже искать клиентскую базу через организацию, потому что когда я приглашаю партнера, партнер готов расти, моей главной задачей что? Научить партнера делать то же самое, что умею я. Я учу своего партнера. Партнер что делает? Учит своих партнеров делать то же самое. Я приглашаю первого моего соведущего. Это Анна Макаренко, мой первый ключевой партнер. Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рада выступать на этой сцене, быть вместе с вами. Прекрасное утро. И сегодня, я думаю, самое время поделиться своими наработками и тем, что у меня глубоко-глубоко в сердце. Это любовь к моим родным, близким, к моим трём детям. К моему ключевому партнеру и ко всем тем, кто окружает меня в этом мире. Итак, мы заявили первую позицию, первый метод рекрутирования — это клиентская база через организацию. С нами... Давайте я немного скажу о себе, да, пару фраз. Я педагог дополнительного образования, музыкант по профессии. Оканчивала, кстати, Владимирский государственный университет. Вот, очень много друзей из Владимира, и как бы частица моего сердца там осталась, конечно. Вот, и, конечно, это целый пласт моей жизни, который я не выкидываю, который помогает мне быть в Арифлейм и быть тем, кем я и есть на данный момент. Но два года назад я была во втором декрете, ушла с должности замдиректора одной из самых крупных гимназий в нашем городе, в Калининграде. Вот, и задалась себе целью, вопросом, а что же дальше? И вот как раз два года назад, будучи уже в третьем декрете, я начала пробовать свои силы в компании Арифлейм. Благодаря моему спонсору и моей секрет-открою — сестре Арии Горшкиной. Вот, и с чего мы начали? Призоединился ко мне мой брат двоюродный. Самый крутой бизнес — это бизнес, конечно, наших... кого? Наших родственников, конечно. То есть это самое главное имущественное поддерживание, тем более как в нашей семье все друг с другом дружат, все друг с другом общаются, это очень классно. И двоюродный брат приезжает из Норильска, он главный инженер производства очень большого. Он ищет свою работу здесь, в Калининграде, они переехали сюда. И он замешательствует, что же делать дальше, то есть какие перспективы развития. Он идет к нам в бизнес, мы рассказываем о возможностях Арифлейм, и он не может устоять от лестницы успеха головокружительной нашей компании. Он приобщается к нам. И с чего мы начинаем? Мы идем в организации нашего города, города Калининграда. Слава богу, они еще есть. У нас несколько объектов, мы выделяем несколько объектов по разным районам нашего города. И точечно, ежекаталожно, регулярно внедряемся в эти организации. И самым главным успехом, поверьте мне, становится то, что однажды я захожу в один из кабинетов, на котором написана табличка, что здесь сидит очень большой начальник. Я даже не успела посмотреть, кто он такой. И он меня спрашивает. Вы видели, что написано на моем кабинете? Я говорю, вы знаете, на нем не написано самого главного, что здесь сидит отличный человек, которому нужно здоровье, красота и радость от общения с его клиентами. И вы знаете, это главное достижение. Почему? Потому что я понимаю вдруг, что у меня нет начальников, нет понедельников, нет будильников. И я могу вот так просто зайти в любой кабинет, любого начальника и внести вот эту светлую искру жизни и радости. Вот вчера с адмиралом общались, адмиралом, понимаете? И ему все надо, потому что эту искру несет человек. Самая классная работа для человека на этой земле это работа с человеком. И что делает дальше Алексей? Алексей идет на основное место работы в другую организацию. Он оставляет себе несколько таких очень классных объектов. Мы их называем жирные объекты. На этих жирных объектах у него уже есть несколько ключевых партнеров, которые ведут эту работу за него. Он сидит теперь в другой своей работе, работе по найму и на телефоне проверяет работу своих ключевых партнеров. Хорошо? Отлично. Даже если он потеряет эту работу, Алексей всегда будет с ним. Дальше. А это клиентская база моего брата. То есть все то, что происходит сейчас у него, когда он работает в работе по найму. Несколько объектов он не берет с собой в дальнее плавание. Он оставляет их мне. Что делаю я? Как вы думаете, я иду на эти объекты? А что я делаю? Вот предположение. Ну, я звоню, он звонит, понятно. Это все делаю не я. Кто делает? Мои менеджеры, которые развиваются в этот момент вместе со мной. То есть я дарю им эту возможность. Я передаю этот объект следующему человеку, который пришел за Алексеем. Алексей взял в себе то, что он взял. Следующие объекты переходят к моим ключевым партнерам, которые подо мной. Понимаете структуру? Понимаете построение? Я добрый человек. Я должна всем делать добро. У меня однажды был вопрос. Зачем я в Арифлейн? Я ушла. Чтобы узнать. Зачем я в Арифлейн? И когда я себе обосновала вот это. Зачем я в Арифлейн? Для того, чтобы людям давать возможность. Вот и все. И показать перспективу его роста. Что он может сделать в этой жизни, помимо своей работы по-нуйму и то, чего он имеет. Что он имеет. Вот. Дальше. Следующее. Следующее наше стратегическое пункт назначения. Я сегодня бронтирую вот этот вот метод рекрутирования. Извините меня, но я сегодня бронтирую его. И я его называю современной бизнес-технологией. Полинерный рекрутинг. Мы долго думали над этим, да? То есть у меня родилась вот эта вот фишка. И она очень креативная. Мне она очень нравится. Полинерный рекрутинг. Это не просто так детские площадки. Извините, это художник на полинере. И кто видел мою работу, да, из нашей структуры, те знают, что действительно основным методом моей работы является именно художественное восприятие мира. Потому что я музыкант. Я веду к мамам на нашу площадку. Мы живем в новом районе города. Там очень много мам. Два года назад я делала там структуру. То есть они все работали уже подо мной. Потом в друг раз. И это все пропадает. И они переходят в разряд клиентов. Это тоже хорошо, согласитесь? То есть 150 баллов мы делаем постоянно. И, ну, плюс к тому еще что-то, да? Кто что хочет. Вот. Дальше пробуем вот это. И это. Значит так. Мы идем с каталогами и с рассказом про wellness к этим людям, к мамам. То есть мамам, которые заботятся о здоровье своих детей. Это все началось два года назад на площадке. И когда мне говорят, я мама грудного ребенка, в тот момент я была тоже мамой грудного ребенка, я говорю, так это круто! Да, твоя коляска – это передвижная станция. Ну, так и было. У кого так было? Поднимите руки. Мы сразу сказали. Это точно. И когда ты лишаешься свободы этой коляски, ты понимаешь, что что-то ты потерял. Правда? Надо или следующего рожать, что передвижная станция работала, да? Или брать с собой уже большую сумку для всего того, для всех тех возможностей, которые… Да, машину точно пересесть. Очень хорошая, кстати, идея. Значит, теперь вот это активные консультанты моей структуры. И дальше, после того, как ребенок мой вырос, я расширила географию детских площадок. Я поняла, как мой ребенок, что в мире существует не только дом, не только двор, но еще помимо этого двора много всего. Но, понимаете, я как ребенок, вот смотрела глазами своего ребенка, и я понимала, что есть много детских площадок. Почему бы мне не пойти туда? И когда мы начали вот это делать, поверьте мне, результат не заставил себя ждать. Потому что везде есть мамы. А сейчас, вот два года назад, я каждая ежекаталожно общаюсь с этими мамами. Они понимают, что я еще не ушла из-за рефлейн. А сейчас они понимают, что я вообще не собираюсь уходить из-за рефлейн. И они рожают уже по второму ребенку. Понимаете? И вот эта передвижная станция. Некоторые уже по-другому смотрят на мои предложения о бизнесе и о возможности, которые дают мы нашей компанией. Дальше. Танцы. Танцы. Что такое танцы, знают все. И моя средняя дочка знает это как никто другой. Мы в этом году, дочь моя без детского сада, надо сказать, и младший сын тоже без детского сада, а старший уже школьник, седьмой класс. Вот. Мы с мужем решили, что наши дети не будут ходить в детский сад. И я все для него делаю, поверьте мне. Я хочу, чтобы дети росли рядом, чтобы они видели искающиеся глаза их мамы. Чтобы они видели, как их мама работает, чтобы они это оценили. И чтобы они были такими же успешными людьми, как их мама и их папа. Мне очень этого хочется. А как это сделать? Очень легко и просто. Не отдавать чужие руки. Оставить рядом с собой. И пусть они наблюдают, как этот мир крутится вокруг них. Понимаете? И вот танцы. Мы прошли с нашей дочкой на танцы, и вдруг я увидела, что там тоже очень много людей. А каких людей, которые приводят, мам, которые приводят своих детишек тоже на танцы. И у нас целых, представляете, полчаса танцев. Это же просто. И когда я поняла, что у нас полчаса общения живого, вы знаете, что это дорогого стоит, правда? Особенно для мам, которые находятся в декрете, у которых вот выше-выше дел. И что мы делаем? Мы приезжаем туда, я говорю, Алла, срочно на танцы. Мы приезжаем на танцы, говорим им про wellness, раздаем коробки. А дети мои пьют wellness постоянно. У меня много коробок скопилось. Я даже сделала целый макет рекламного постика после того, как употребляют дети. Вот этот wellness. И все это раздаем. Рассказываем про wellness, даем каталоги. Они смотрят. Начинает формироваться клиентская база. Клиентская база формируется. Заведущие этого центра творчества тоже подключаются. Им тоже нужна душ, помада, карандаш всегда. И директор также идет к нам навстречу. Следовательно, закручивается новый пласт. И из этого пласта спустя год рождается 9-процентная группа. То есть группа мам, которые и с танцев. Тут танцуя вместе год, я имею на данный момент 4 человека, ключевых партнеров в своей команде. Дальше. Листовки. Когда мы вот сейчас летом поняли, что нужно еще что-то подключать, мы подумали о том, что было бы неплохо скопившуюся груду старых каталогов тоже как-то использовать по назначению. Вы все знаете этот метод листовок. Мой сын мне помог. Он сделал это все сам. Он мне помогает сейчас в онлайн работе. И вот в работе это просто рекрутинг был касаемый листовок. Детям нашим мы не можем применение найти летом. Я дала ему 4 коробки старых каталогов, которые он разбил. Каждый каталог на 4 каталога. Мы наклеили на них... Вот это груда. Каталогом. Вот. Которые мы приклеили на каждый из этих мини-каталогов информацию. И поехали в близлежащий населенный пункт под названием Орловка. Знают, да, местные люди? Вот калининградские. То есть там сплошь и рядом частные дома. И как бы останавливаясь, вот для каждого почтового ящика мы закидываем. Делаем зарядку. На раз выбежали, на два забежали. Машина. На раз выбежали, на два забежали. Делаем такую зарядку каждое утро. Опять же регулярно. Ежекаталожно. В первую неделю каталога. Мы закидываем эти рисовки. И у нас рождается новая структура. То есть новая веточка, которая, я надеюсь, в ближайшее время еще даст о себе знать. Но это все должно быть регулярные, пошаговые действия. И когда эту девочку, говорят некоторые, девочка каждый раз, она мелькает в одном и том же месте, в одно и то же время, спустя три недели, они понимают, что что-то здесь не так. Ей что-то от нас всех надо. И даже женщина, которая работает в магазине, и ей вроде ничего не надо, и она частный предприниматель, ей тоже почему-то все надо. Поэтому, когда говорят, что негде и не с кем рекрутировать, я всегда говорю, самая большая ценность у нас рядом, это наши люди. И я сегодня еду, вот Аллочка говорила про утро, а мое утро, хотите узнать, как начиналось мое утро? Я ехала сегодня на электричке сюда. И знаете, с кем мы сегодня общались? С контактом, который, молодой парень, который улыбнулся мне, я улыбнулась ему, я прочитала на бейдж, как его фамилия, имя. Я тут же нашла его вконтакте и пишу, привет, мне зовут Аня. Он вышел из поезда и сказал, мне надоела моя работа. А он крутой атлетик, то есть он говорит, мне некогда даже заниматься гирями, и он говорит, уйди к нам. Он говорит, высылай информацию. Вот так. Другое дело, как мы к этому относимся. Следующий интересный метод рекрутирования нам расскажет Юлия Голубова, директор компании «Альтер» и проект «Бьюти-битва». Это их с сестрой детище. Я думаю, что тоже можно взять на вооружение. Это отличный метод рекрутирования. Здравствуйте. Хочу рассказать вам об этом методе. Называется этот проект «Бьюти-битва». Это своего рода конкурс красоты. Мы с сестрой живем в небольшом городе, численность 27 тысяч населения, город светлый. В феврале мы решили расширяться, какие-то новые горизонты. Мы пришли в офис города Калининграда, где решили меняться опытом с директорами. И мы, так как Калининград для нас это совершенно другой город, нет знакомых, мы хотели максимально быстро устроить поток людей, чтобы это люди были целеустремленные, амбициозные. И создали такой проект «Бьюти-битва». Это конкурс красоты. Естественно, что те девушки, которые записывались на этот конкурс, это они уже внутри победительницы, это уже амбициозные люди, целеустремленные. Это то, что нам нужно было. Для участия в этом конкурсе обязательное условие для участницы было любой баловый заказ в каталоге, то есть любой продукт, и ты имеешь право участвовать в этом конкурсе. Как мы начали? Проект вообще рассчитан минимум на три каталога, то есть это достаточно во времени затяжной проект, акция такая. А почему на три каталога? Потому что, чтобы дать участницам возможность собрать как можно больше баловый заказ, пригласить как можно больше людей. Как мы искали? За две недели до начала проекта мы дали активную рекламу ВКонтакте. Вот, приду, дай мне вас лайк, вот, да? Еще раз. Вот, то есть мы выставили корзину, красная дорожка и фотосессия. И у нас была ВКонтакте такая информация. Приходите на наш проект, мы сделаем вам макияж, сделаем фотосессию и лучшую фотографию выставим в группу, где вы будете собирать голоса, и победительница получит годовой запас продукции компании «Эйфлейм». Желаю, еще раз скажу сразу, было много. Вот, за две недели мы набрали первый список, первый потом, и потом запустили наш, скажем, конкурс. Условия для голосования, в чем преимущество данного метода, в том, что приходит конкурсантка, и мы говорим, у тебя есть возможность собрать дополнительные голоса. Почему? Потому что фотография, мы делали 10-15 фотографий, и она высылала конкурсантка, она выставляется в группу за две недели до конца голосования. Да, то есть, если у нас три каталога, то в группу выставляется это фото за две недели. И там голоса собираются лайк плюс один. Ну, нам неинтересно, да, вот этот ВКонтакте лайк плюс плюс один. Нам интересно, чтобы девушка была заинтересована именно в сборе заказов и приглашения. И вот мы говорим, что за любой твой балловый заказ, за один балл ты получаешь дополнительно один голос. 100 баллов по каталогу заказов, 100 голосов. Причем три каталога ты можешь в одном 150 взять, в другом 150 сделать, да, в третьем 150, у тебя 450 голосов плюсов. Интересно, неинтересно. Плюс статую программу, ну и все это имущество, да. А вот. Можно назад? Ага. Так, за приглашение знакомых. За каждую приглашенную участницу в конкурс ты получаешь дополнительно еще 30 голосов. И здесь был еще интересный такой момент, что наша задача была вовлечь как можно больше конкурсантов в сам процесс. Почему? Потому что делать макияжа сами, вот этот конверт, это достаточно сложно. Мы говорим, хочешь научиться делать макияж красиво, профессионально, приходи. За каждую участницу, которую ты делаешь самостоятельно макияж, ты получаешь еще 20 голосов. И у нас понеслось. Понеслось такой, скажем, темп достаточно большой. Действительно, девчата стали собирать заказы, действительно начали приглашать участниц. И действительно, приходили и начинали делать макияжи сами. И было это интересно, да, два плюса. Во-первых, я и научилась делать макияжи, плюс еще голоса дополнительные собирать. Следующая история. Да, вот мы делали на фоне в таком несколько фотографий, и одну фотографию участница потом присылала нам. Это вот процесс, как мы делали макияжи. Дальше. Ну вот. Вот процесс обучения. Жалко, что плохо видно тут. Вся наша продукция. Да, вот уже конкурсантки сами. Сами же уже вот процесс, как они делают макияжи. Учатся. Ну, за весь период конкурса, за три каталога в конкурсе приняло участие 240 девушек. Чем было здорово? Тем, что, естественно... Естественно, мы делали, ну, с нашей продукцией. И как раз, вот, например, карандаш чай наденил, а вот с патологией. А у нас 20 штук в заказе. Почему? Потому что возрастная категория 16-25, в основном, да, мы были 30 лет. И чем вот делаем макияж, то и заказывают. У нас так увеличились продажи, вот именно с нашей продукцией, которую мы делали. Итак, по итогам за три каталога, что у нас получилось по группе? У нас новых, абсолютно новых, которые пришли в проект. У нас 9% группы. У нас одна 6% группа. 40 и более, я же, у нас более 40 постоянных клиентов, которые любят. Наш продукт полюбили. Кстати, за весь, на все проведение конкурса мы у каждой спрашивали, знаете ли наш продукт? Один человек только сказал, что ни разу не видел каталог. Все остальные знали наш продукт и любят наш продукт. И 7 новых развивающихся партнеров, то есть девчонки у нас. Это у нас Наталья Батулина. Она пришла в проект, в общем, мы с ней не были знакомы. За проект она заработала у нас 10 824 рубля. Прошла всю стартовую программу. Как раз была акция «Твоя весна». И вот награждение. Вот она у нас получила в офисе такую корзину. Единственное, что хочу сказать по этой программе. Один нюанс. Голосование заканчивалось 15 мая, а это как раз период сдачи экзаменов, подготовка к ЕГЭ и выпускных. То есть если вы приняете решение делать такой конкурс, вы с этим будете учить сентябрь месяц или Новый год. Потому что как раз возрастная категория – это молодежь, которые принимали участие. И у них вот так все экзамены, экзамены, экзамены. Но тем не менее результаты у нас были шикарные. Будьте креативными и придумывайте что-то интересное, и с вами будет интересно. Следующий проект, я сейчас быстренько уже расскажу, интернет-проект мы просто открыли. И знаете, я вам хочу сказать, мы не ушли все в интернет и не собираемся уходить. И считаю, что интернет-проект, который есть на сегодняшний день, бизнес из дома, это одна из форм нашего рекрутирования. Потому что основная форма рекрутирования – это все-таки офлайн. Вот он бизнес-проект, и вот так вот мы его открыли. Почему мы решили его открыть? Потому что есть проекты, есть проекты, ну как-то вот проекты, проекты. Давайте запустим сильно, серьезно, красиво, креативно. Мы заказали вот такой красивый баннер, мы заказали лимузин, мы заказали вот тот бизнес из дома, прям так он и называется. Мы сделали красивые снимки. И сейчас все это полетит в контакт, на странице наших партнеров. Все это красиво, красочно. Вот. И как мы еще дальше поддерживаем активность? Верните. Как мы поддерживаем активность через средства коммуникации? Это действительно очень важно. Как бы мы не экрутировали, как бы мы не общались с нашими партнерами, им очень важно, что их поддерживают всегда. Понимаете, значит, мы могли позвонить, сейчас мы можем поддерживать их вот средствами коммуникации, которые есть. Ватсап, Вайбер и Скайп, но в основном и контакт еще. В основном мы работаем все в контакте. В контакте и там еще в контакте есть лидерские чаты и есть командные чаты. Но командный чат, это там, где больше вопросы, ответы, это где люди какие-то планы, встречи назначают. Что такое лидерский чат? Это очень самый важный чат. Я хочу сказать, если вы хотите, чтобы люди оставались с вами надолго. Лидерский чат, он поддерживает настроение. Я прямо даже написала, что лидерский чат поддерживает настроение. То есть вы, друзья, лидеры, поддерживаете тот ажиотаж и то настроение, и это помогает людям держать ритм и быть им постоянно в тонусе. То есть они постоянно с вами на связи. У любого мероприятия, которое вы прошли, которое у вас прошло, у него есть такое послевкусие, я назвала. Это значит, когда все разошлись по домам, и вы не знаете, что происходит. Да, все красиво, пиво, платье, все такое, но как удержать вот этот момент главный, который оставался. Как делать так, чтобы люди завтра пришли снова и начали активно работать, потому что они растворяются в семье, растворяются в своих детях. Вот эти чаты позволяют это сделать, и обязательно контроль. Вот уже Лена говорила про контроль. Без контроля ничего не будет. После мероприятия, открытия проекта, выхожу в интернет, в контакт. Все уже должны в снимке, дед, быть в контакте, снимков нет. И начинаешь спрашивать, друзья мои, а почему вы снимки еще не разместили? На следующий день снова снимков нет. Значит, как вы понимаете, вы отработали. И вот этот контроль, который вы должны держать, вы должны обязательно им контролировать своих людей. Итак, у нас с вами могут быть болезни, как в жизни, правда? Но самая главная болезнь в Эйфлейн рекрутит как последовательное сопровождение, это лекарство, по-моему, от всех болезней. Потому что новые люди нам дают новые результаты, новые звания. Но, по-моему, люди нам приносят новые вдохновения и энергии. И если у нас с вами есть энергия, у нас с вами обязательно будут новые результаты.